ПЕСНЯ 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 Спят курганы темные, солнцем опаленные, И туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые Вышел в степь Донецкую парень молодой. Через рощи шумные и поля зеленые Вышел в степь Донецкую парень молодой. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Неужели спалят, сукины сыны? Чего это? Дворец, говорю, могут спалить. Вон, видите, здание на пригорке? Угу. Это наш шахтерский дворец культуры. Ух, и позже ли мы здесь, товарищ младший лейтенант. У меня, например, тут все в моих руках было. А ты чего, милиционером служил, что ли? Зачем? Зачем? Я же вам докладывал, что я шахтером был первого ранга. Ну, вы, может, видели в кино картину «Большая жизнь»? А? Ну, так это нас, а наши шахт снятые картины «Большая жизнь». У меня жена здесь сына родила, Володя. Моя жена Соня Усипова. И где они теперь, родные мои? Товарищ. А? Здравствуйте. Вы кто такой? А вот. Пожалуйста. Товарищ младший лейтенант, да ж Петухов, инженер с нашей шахт. О, Харитон! Здравствуйте, Николаевич. Здравствуйте. Вы что, здесь ползаете? Вас убить могут. Здравствуйте. Я из Караганды, обратно в Донбасс. Приказано продвигаться вместе с армией. Будем шахты восстанавливать Харитон. Да? А в Караганде что делали? Тоже на шахте работал, товарищ младший лейтенант. К вечеру возьмете? Вышивка скорой. К вечеру. А что? А ведь как хорошо шахту видно. Я с наблюдательного смотрел. Вот только дым бежит. Это немец дым устраивает. Дома ждет. Дальше, младший лейтенант. Разрешите, я хоть дворец погляжу, пока он целый. Можно. А ведь тут не больше двадцати километров осталось, а? Дальше, младший лейтенант. Обратно ищут Хадарова. Сто пятьдесят тысяч. Прибавили, значит? А-а-а. Вот так, Алешка, надо жить и так воевать. Десять дней как погиб, товарищ Хадаров, а я не верю. Он живет, раз его немцы боятся. Полтора тысячи обещают. Насчет удовозова выяснил? Да. Ну? Повесили его немцы на хвощевке. Что? Да, висит и плакат на нем. Бывший полицейский, повешен за связь с партизанами. Вот тебе и Колька. Да, Колька. Говорил я иди. Хорошо, иди. Давай, Смороз. Потом Алеша. Давай, Смороз. Ш-ш-ш. Вы осторожны с ним, а то он со сна сразу за пистолет хватается. Ему пароль говорить надо. Давай пароль. Что? Ну буди его. Сейчас. Ты куда? Меня зашел. Бейте. Зачем? Держите, держите. Ну, чтоб не в последний раз. Че это? О! Ну-ка дай. Ой, вы уж извините меня, товарищ Ходаров. Ой, простите, товарищ Морозов. Леша, какой-то я сон видал и не знаю. Не теперешний? А? Ну да, не теперешний, довоенный. Ну как, Ваня, отоспался? М? Нет, Илья Теренчич, я теперь уж, наверное, никогда не отосплюсь. Что там? Ну как же, как в сорок втором году из окружения вышел, вот как я к вам попал. Хибу, ни одной ночи поспать не пришлось. А это человек тонкой кости. Да? Да. Я к этой шумной жизни не привыкший. Нет. Вот он знает. А тут, как вчера этими складами подрывали, я прям подумал, ну, конец Тиман Курской. Это ж кошмар. Кругом огонь. Ужас. Да, я гляжу, у меня пизжать горит. А это всё на моём организме отражается. Организм-то у меня не такой, как была еда. Он слиючное масло требует мой организм. Сто грамм, как мне в Красной армии полагалось, а что? Ну, правильно же, хватит страдать-то. Да нет, я не знаю. Парни, у меня к тебе дело есть. Ну? Ты знаешь, что я приказано поступить в немецкую полицию? Так это мне считающий Хадаров говорил, но он же... Что он? Он приказ не отменял. Но он же умер. Приказ-то есть? Угу. Нам сейчас свой человек нужен в полиции. Там же Макар Леготин этот, Колькова довозил. Колькова? Колькова. А что? Повесили Колькова. Повесили? Кхм. Что? Боитесь? А я, когда на рискованное дело иду, я в севера боюсь. Ну и иду, раз надо. Но боюсь. Что, сейчас идти? Сейчас идти. Ну, конечно, перед уходом полагалось бы... Ваня! Ай! Ну-ка садись. Держи-ка. Ну-ка дай. Вот все говорят, Ваня Курская, Ваня Курская. Я не такие люблю, как вот этот звон. Упал. Ну да. Ну, а ты, как говорится, расти. Ну, чтоб не в последний раз. Что? Ну... Ладно. Я из тебя все равно всю душу вытрясу. Чтоб через два часа грузовик был здесь. Ферштанин? Кто там? Слыхал? Слыхал. Ну, они у меня тут не поиграются. Даже не верится. Был я самый, что не на есть последний. Вредителем назывался. Ты помнишь, как мне руки вязали, когда я на шахте взрыв устраивал? А теперь я здесь, на этом самом месте, царь и бог, начальник полиции. Непостижимо. А че ж вы, дядя, грузовик требуете? Уезжаю, как это говорится, эвакуируюсь со своей полиции. Сейчас мне Фердинанд определенно сказал. Послезавтра красные будут здесь. Да? А че ж вы, дядя, такой веселый? Я не веселый, я пьяный, это различать надо. Уезжаю в горловку. А потом куда? Что значит потом? Ну, а потом куда вы будете уезжать? Ну, что мало городов. Мы здесь нужные. Немцы без нас тут как слепые. В Киев крайности поедем. А из Киева? Ты брось агитацию. В Киев красные не возьмут. А если? Если. Нам теперь все равно хоть в Берлин. Ха-ха-ха. Ты до чего? И вы думаете, дядя вас немцы назначат в полицию в городе Берлине? А что? Да им своих некуда будет девать в случае чего. Мы же, дядя, сами все-таки русские. Мы же понимаем, если русские начали, так они будут гнать теперь немцев до самого-самого. У тебя что, план? Ага. У вас племянника в беде друг за друга надо. Я советую вам, дядя, повиниться. То есть как повиниться? А так. При подходе русских указать, где тут мины. И прошумывая, если можно простить меня. Да они простят? Нет, наоборот. Я думаю, они вас повесят. Или посадят в тюрьму. Так чего же я тут выигрываю? Так вам, дядя, не об выигрыше сейчас надо думать. Вас пошлют на катарху. Зато после вы свободный русский человек. А сейчас вы получаете не немец и не русский, а вроде, извиняюсь, волк. Все тут русские русских ждут. А вам бежать надо. Да и бежать-то еще неизвестно куда. Ты это чего? А что? Брось агитацию. С кем разговариваешь? А это еще чего? А это Ванька Курский. Зайди, Ваня. Заходи. Нижайший. Ладно, что скажешь. Определиться хочу. Вот видите, в чем хожу. Вот, вот, вот. И к тому же голодный. А господин Ляготин, вот он, говорит, будь при вашем снисхождении, как вы такой уж пост занимаете, мне могут даже выдать обмундирование. Форму. Что? Ну да, форму. А также харчи, вот. Ну, врать не буду. Я за один суп готов сейчас работать. А помнишь, как меня на шахте ловили? Забыл? Вязали? Вязали. Дядя, вы же мне обещали, я ручаю. Ты молчи, а ты в глаза мне смотришь. А я смотрю. Это слышишь? Это далеко еще, километров сорок, наверное. Нет, поближе. Да? Да. Четыре длинных. Я сегодня добрый, зла не помню. Рубенко? Что? Эвакуировался? А это кто, Горобец? Слышь, Горобец? Чтоб сейчас же у меня здесь был грузовик. Чего? Ну тогда лошадей давай. Так, Горобец, сейчас тебе придет Курский. Курский, Ванька. Так вот, выдавай ему форму и документы. Чего? Все равно приказываю, выдавай. Да и лошадей давай, живо! А то, ей-богу, я тебя постреляю. Беги в шестой барак. Я зла не помню. Чувствительно, благодарен. Он меня за дурака принял, видал? Он думал, что я все забыл, а я нарочно. Пусть он нашу шкуру наденет. А тут к утру, может быть, красные придут. Тут-то его голубчики и схватят, а мы посмотрим. Простят, тогда и мы появимся. Я пьяный, всегда добрый. Куда же нас гонят, Фузя? На смерть, что ли? Может, на смерть, а может, и хуже, чем на смерть. Германии? Да зачем же мы им старые? Меня. Меня боятся. Они знают, наши придут. Я сто норм давать буду. Мама. А-а-а-а. Мама. Мама. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот он дом, ходать-ча не могу. Ты укрепил, что ты не пьет на дно. Ты не вечер, а не пьет на дно. Харитон? Харитон! Дышь ты, плакать научилась. Ой, Харитон. Любишь, не забыла? Ой, Харитон. А я о тебе тоже всегда думала. Мне петухов сказал, здесь ты, а тебя нет. А я здесь. Ну, Харитон, теперь ты всего достичь. Мне еще сына повидать надо, Володьку. Узнай от меня. Жив? Жив. Ты что-то скрываешь? Нет, ничего, Харитон. Все хорошо, там увидишь. Ну, тогда все хорошо. Здравствуйте. 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 Спасибо, Володькин. Спасибо. Как живо, поймали? Пишу. Поймали! Поймали! Глядите, граждане! Полицейского поймали! Макар Легофим в обедшей шкуре. Таким голосом хорошо караул кричать по ночам. Макар наш, я ручаюсь. А кто? Кто ручается-то? А сам? Сам кто? Иван Семенович Курский, личный в Донбассе, известный, а? Правильно. Вот именно, вчера сам еще был полицейским. Ничего, голубчики, я вас всех на промокашку выведу. Слушай, Устынин, тебе осталось жить одну секунду. Убьешь? Убью. Товарищи! Товарищи шахтеры! Это правда! Макар Легофим служил в полиции. Правильно. Правильно. Только он работал в полиции по заданию партизан. Что? Ничего. И работая в полиции, он сделал для народа больше, чем был Устыни за всю свою жизнь. То есть? Вот где правильно-то. Он спасал людей из плена. Он ждал рассветку и не раз рисковал своей головой. Уже семь месяцев у меня хранится его партизанская медаль. Получай, Макар. Теперь носи. Советская власть дает право искупить свою прежнюю вину. Особенно тем, кто в самое суровое время пришел помогать и честно работать на благо народа. Ура! 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 Это откуда ж башмаки? А, я тут уборщицей была. Ну вот, один немец уехал, а башмаки оставил. Я их два года для тебя берегла. Ну да, сына не сберегла, а башмаки. Да на что мне это барахло отфлить? Выбрось, глядеть на них противно. Да, тут некоторые бабы сильно пользовались. Некоторые кровь лили, а другие. А ты уходи. Некоторые бабы. Какие бабы? Уходи. Я попрошу. Ведь они про тебя. А ты че? Я? Это же не твое дело. Это семейство мое. А, кого я вижу? Город. Да нет же. Ваня. Ну так жив? Вот это я люблю. Ну, поздравляю тебя с днем рождения. Ты че такой? Да ну. Что? Вот немец башмаки и подарил. Сони? Сони. Я бы у немца куска хлеба не взял. А ты что, ей хлеба на два года оставил, что ли? Я не своей волей уходил отсюда. И не думал, что она за ними убирать будет. Ну да. Харитон, а ты бей в морду каждого, кто худо про наших женщин скажет. И я попрошу. Что? Без намеков. Да? Да. Я знаю, без тебя тут не обошлось. Устный и милый потчик. Ладно, ладно, я вам не мальчишка. Понял. Морозов, наш порторг. Знаю. Проходите. Спасибо. А вы вместо Хадарова? Место лька, только я тут порторгом. Кулить. Спасибо. Как же вы, товарищ Хадарова, не уберегли? Да, Хадарова не уберегли. Но какие немцы живыми из этих мест ушли, до самой смерти будут помнить Хадарова. Ох, и боялись они его. Золотой был человек. Ежели на самом деле есть царствие небесное, его обязаны туда принять. В первую очередь. Да, у него твердые линии были, а это дороже всего. Ну ничего, Харитон, поправишься, придешь к нам на шахту, поглядишь, какая у нас линия. Да нет, я теперь, наверное, не скоро работать смогу. Жаль. А знаешь, шахта так разрушена. Да. Да, что есть такое мнение совсем прикрыть нашу шахту. То есть? А вот так. И всех шахтеров, весь поселок целиком, перевезти в другое место. А куда именно? А это уж все равно, куда именно. Ну да, кому все равно. А вот мне, например, не все равно. Да и всякому другому, кто здесь родился и вырос. Правильно. Шахтерам не все равно. Так это шахтер. Ну? Ну а ты и ты? Ну да. Некоторые гитаристы и инженеры готовы поехать ведь к Караганду, как это уже и было. Да погоди ты. Да отчего? Он верно говорит. И напрасно вы смеетесь, Борис Николаев. Можно же мне плакать? Да надо из всех сил держаться за ту землю, на которой ты родился. Правильно, Харитон. Да вот я готов сейчас на костылях пойти и показать, как мы работали. Ну и пойди. И пойду. Ну и пойдет. Пойдешь? Пойдет. Ну вот уже скандал. Еще минута, и Харитон начнет гостей костылем разгонять. Очень красивый день ангела этот. Да не дури ты. Не дури ты. А что вы думаете, мы работы что ли разучили? Да. Да вот скажите, Борис Николаевич, как мы здесь двуми работали? Скажите, скажите. Звезды над лесом темным, белых берез листва, я навсегда запомню эти слова. Что б не случилось с нами, вместе мы будем вновь, сердцем злелея на дружу появея на наша любовь. Сердцем злелея на дружу появея на наша любовь. Ветви густых акаций, тихих бульваров тень. Вот нам пришлось расстаться в тот страшный день. Шла по крутым дорогам с нами сквозь дым и кровь. Сердцем злелея на дружу появея на наша любовь. Сердцем злелея на дружу появея на наша любовь. Мы далеки, но верю, ночью средь темноты. Скрипнут чуть слышно двери. Явишься ты, скажешь с улыбкой нежной. Вот и свела нас вновь. Сердцем злелея на дружу появея на наша любовь. Сердцем злелея на дружу появея на наша любовь. Верно, Борис Николаевич. Мы сюда, Харитон, на именину пришли. Думали посидеть у тебя, повеселиться. Даже закуску с собой захватили. А выпить захватили? И это найдется. О, Харитон, в честь твоего ангела. Он тоже не дурак выпить. Я этого ангела давно знаю. Присоединяюсь к предыдущему оратору. А что принять в компанию старичка? О, Бузьма, Петроша. Так, выходит, значит, только я один пустой. Ну что ж, тогда я уйду. Задерживать не смею. Я в полиции больше не слышу. Да, я лучше пойду. Иди. Иди, только не мучайся. Смотреть больно, как ты страдаешь. А ты, старик, меня не затрагивай. И ты тоже. Что? Саша, мам. Ах, так. Ну ладно, голубчики. Я вас всех на промокашку выведу. Правильно. Да-да-да, как бы тут выпивки устрадить. Тогда действительно надо выпить. За здоровье Харитона Балуна. Настоящего шахтера и солдата. И за шахту, на которой Харитон имел удовольствие родиться. Вот это верно. Вот это я с удовольствием. Будь здоров. Расти, Бабирь. Будь здоров. Спасибо, дядь Кури. На шахте. Что делает, что делает? Погоди. А? Что? Все. Харитон. Харитон. Что? Нотин. Помни Нотин. При людях кричишь. Вы понимаете, как было? Я когда уходил, проверил, как вы велели. Потом пришел Прохоров, тоже стал проверять. И вдруг взрыв. Оказывается, там была мина. Ведь сорок штук туда вытащили, а это осталось. А может быть, сейчас кто-нибудь мину поставит? Некому. Борис Николаевич, в шахте были только я и Прохоров. Ну, Прохоров, как вам известно, человек честный. За ним греха не числится. Значит, я это сделал. Дурак. Если бы на тебя думал, с тобой бы об этом не говорили. Да, ну. Иди. Мешай думать. Что бы Хадаров в таком случае людям сказал? Он бы нашел, что сказать, Хадаров. Да? А я думаю, что он помолчал бы вместе с народом. В горе всегда хорошо помолчать. Себя послушать. А? Что, Валя? А вот. А люди-то были? Не было. Встаньте. Неудобно, народ. А мне теперь все равно. Встать? Пожалуйста, могу встать. Какое все-таки счастье, что все люди живы. Но погибла последняя надежда. Борис Николаевич. Слушай, потом. Он. Нет. Я леготену знаю полтора года. На опасной работе. Мне прежде всего нужна честность. Я могу сейчас подозревать его, как скажем вас. Вас, меня, Ваня Курского, Валуна. Как всех. Ну вот, Харитон, наш спор и закончился. Завтра нам прикажут оставить эту шахту и перейти на другое место. Почему? Ты раньше посмотри, что осталось от шахты, а потом разговаривай. Ну? Он проснулся от шахты, а потом разговаривай. Но проснулся от шахты, а потом разговаривай. Встали, что не видишь. Встали, что не видишь. Встали, где спрятели трубы про его земла. И любой простой девчонки за солдатом шла. Ой, товарищ Мороз, замотался и позабыл совсем. А у меня в кармане телеграмм, и для встреч я даже речь приготовил. А общежитие ты им приготовил? Приготовил. Конечно, не ампир, но жить можно. Сейчас побегу займусь. По-моему, сюда приехали. Сюда, девушки, сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, видите, всем народом стоим. Ждем вас. Сюда, сюда приехали, девушки. Да, ну, вот. От имени старых шахтеров слово просит Казадонев Кузьма Петрович. Ты слышала, Морозь, как я слово просил? Нет. А выступать-то придется. Харитон, а? Вот учись руководит. А что? Нет, я говорю, самое главное, не теряться. Ах. Ну, что ж, приехали вы. Значит, во-первых, здравствуйте. 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 А во-вторых, ветром вас встретило. Но вы не робейте. Это, к счастью, примета такая есть. А край наш, прямо скажу, хороший. Работа наша, конечно, не сахар. Но, самолично я здесь 50 лет работаю. И ничего. И еще 50 лет. Согласен. Теперь скажем, ежели говорить правду, так ведь квартир нету. Квартир нету. Но я, например, со своей старухой, а, сейчас прямо договорились, девицу одну берем. А, да, берем. Вот. А также все шахтеры, по-моему, тоже. Ну, вот я и кончу. Вот, Кузя, шахтер-то какие новые. Чисто кинорейка, вот эта. Тетя Маруся, оказываешь, берет. Я вот эту хочу. А? Аккуратно и все приняли. Кузя, ты имей в виду, Кобиль. Я не возьму, ежели ты будешь так приглядываться. Ты, слава богу, не холостяк. Сказано, некультурная ты женщина. И все. Ну, ладно, ладно. Я извиняюсь, разрешите представиться. Иван Семенович Курской. Здравствуйте. Для ваша просто Ваня. Женя Буслаева. Как? Буслаева. Ага, рекомендую приличное семейство. Никаких приличных семейств. Все направляются в сам пропускник, оттуда в общежитие. Вперед, за мной. Девушки, девушки, за мной. Я извиняюсь. Женя, вы по мобилизации? Нет, добровольно. Я работала машинисткой, мне вы рекоменку самого предложили. А, значит, вы здесь будете машинисткой? Нет, почему я могу и подземляться? Нет, судя по вашим ручкам, вам бы быть телефонисткой. А вы за мои ручки не беспокоитесь? Ах, в таком случае я самолично буду обучать вас на отбойном молотке. По-моему, вы, как говорится, на веселье сильно. Нет, не сильно, но и есть. Я шел к другу на именины, ну и подготовился малость, принял немного. А закусить понадеялся у друга на именинах. А спектакль не состоял. А вы сами знаете, даже цветок без питания не может. Скажите, вы в пивной бываете? Чего это случается? Так вот, даже там написано, держитесь в рамках. А, ничего себе. Слушай, гаси свет ему, а? Гаси свет. А что, мешает? Да нет, мухи жужжат, ну и кучи. Ну ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Собачья жизнь. Какая муха тебя укусила? Да и муха, вода за шею льется. А ты подвинься. Живу, как бродяга. Ни угла, ни семьи осточертела. А почему не женился? Ну, почему не женился? Борис. А любовь была? Любовь была, а радости не было. Студентами в Москве друг другу слово дали навек. Ну-ну. Получили дипломы, ну, как полагается. Меня на Донбасс, ее на Урал. Прошло время, решили встретиться. Бац, война. Ну, сам понимаешь, какие могут быть встречи и женитьбы. Меня перебрасывают в Караганду, работаю без памяти. Она пишет. Борис, переезжаю к тебе. Встраиваю угол. Жду ее. Цвету. Вдруг открытка. Не жди, остаюсь на Урале. Борис, так не... Да. Да. Да не кричи, не кричи. Ну, что тебя режут? Валится правильно. Ухает правильно. Терпи, терпи и сохраняй спокойствие. Она и должна обваливаться. Что там еще? Шахта обваливается. Спи, рано вставай. Морозов. А твоя семья где? А как в Ворошево в Граде? Плохо. Что? Плохо, говорю. Конечно, трудно. Мина. Что? Я говорю, ты подумай, какая глупость. Кто-то не доглядел, и твои лучшие планы летят к черту. Илюша. Хотелось на зависть всему Донбассу. Знаешь, какую шахту построить? Представляешь? Штрек. Понимаю. Характера не хватает. А ведь есть люди, которые не теряются, а тут дурак дураком. Да. Инициатива и смелость. Что? Статья так называется. Про кого это? Про тебя. Да ну, я спать пошел. Борис. А? Завтра утром поедешь в город. Да. Скажешь там, шахту пустим в срок, в точности. Разработан, мол, новый план. Кем разработан новый план? Ты за ночь придумаешь, я уверен. Тяжелая тебе обязанность всех ободряться. Чего-ничего придумаешь, я уверен. Неужели там тоже так, а? Где? Я пойду в общежитие. Там, наверное, тоже крыша дырявая. Гаси свет. Тебя спокойной ночи не желаем. Знаю, все равно не уснешь. Утки тревожно загудели, народ бежит густой колоколь, а молодого колокола несут с разбитой головой. Мучает меня все этот взрыв. Неужели я каждому объяснять? Ты спишь, Ваня? Нет, ты мне лучше скажи, как ты упустил ее тогда? А ты бы смог кончить своего дяди? Это я? Ты. Во-первых, у меня б дяди такого не могло быть. А в том, какой же он тебе дядя, если он враг? Абсурд. Нет, Макар, психология у тебя не та. Та не та. А я говорю так. Нет, ты подожди, подожди, подожди. Подожди. Ты когда же соглашаться перестанешь? Тут тебе верят все больше, чем ты сам себе, а ты худишь с кислой мордой. Психологию разводишь, подумаешь? Скажи, ты не дал пьесу под названием, под названием Гамлет? Ну? Ну вот ты вроде этого Гамлета. Да-да. Только тот ведь был принц. А ты, Макар Леготин. Да, это верно. А? Смелости не хватает. Да? А надо, чтобы хватало. Вот, налей маленькую. А? Все пьете, гуляете? Так ведь при такой погоде сам Бог велел. Вас даже война не исправила. Война, война. Это война, особая война. Война моторов. Так что тут без горючего не на шах, Макар. Техника. Техника. Ну, довольна. Я не шутить сюда пришла. А что, с Харитоном плохо? Нет, тут дело серьезное, понимаешь? Меня Морозов в шажитие послал, а там ужас как. Крыша дырявая. Что же нам крыши чинить? Сегодня мы все как шахтеры. Нет, там холодно. Подушки мокрые. Они как птички сидят на чемоданах в углы и смотрят. А он говорит, ничего, это к трудности. Усенин. Он. Ваня. А? Вы парни молодые. Народ холостой, веселый. Зашли бы к ним сейчас, проведали. Все-таки они люди новые, никого не знают. А я им виду интерес. М? Пойдете, ребята, а? Ну, я тогда домой. Я надеюсь. Спасибо, ребята. Подожди, Макар. Там есть девушка, Женя Буслаева. Так она для тебя невидимка. То есть как, я не понимаю. А вот так вот. Ты, конечно, поешь, а разговариваю с ней только я. Вот так вот. А, любовь. Это не твоего умом отдела. Пошли. Так, Женя Буслаева. Видал? Усенин говорит, ампир. Ампир. А мы к вам, девушки, разрешите? Тише, вы. А что? У нас больная тут. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. А мы вас, так сказать, агитировать пришли. О. Садитесь, Макар. Можно? Можно. Говорят, можно. Положение-то у вас нету. Не то положение-то. Тихо, кругом и ветер на соках рызает. Это еще пустяки, а вот что будет. Что будет, когда вы поедете? Ты говоришь. Поедем. А? Поедем. Вы не пугайте нас. Так нет, жалко вас. Ведь маникюр-то там не устоит. Ты что ж, думаешь, что это уж утки уголь рубать? Жалею я вас. А вы нас не жалейте. Ну как же, вы же как птицы, ей-богу. Чуть что, а то же температура. Температура? А это тут люди какие нужны? Героические, так? А? Так в газетке сказано. Героические шахтеты. Героические шахтеры. Это не вы ли героические? Именно себе и говорили. А вы что, против? Вы за льдерки. Слушайте, вы героические. Уходите отсюда. Правильно. И так плохо, без вас, знаешь. Уходите. Тише, девушки. Уходите. Видал, как надо агитировать? Ах, какие вы девушки. Это я вам честное слово говорю. Ей-богу. А зачем разговаривали с нами так? А это первое правило. Доверяй, но проверяй. А так. А этот водопровод мы завтра ликвидируем. Макар. А? Пожалуйста. Что? А то у нас больная тут. А вам я завтра лекарства принесу. Я им в партизанах лечился. Она спиртного не пьет. Женя, смотри, какого мнения. Нет, я же предлагаю как. На чистом сахаре. А вы лучше спойте что-нибудь. И это можно. Макар. Макар, это Женя Буслаева. Раздольный простор. Здесь не тают седые туманы. И гармошки ведут разговор. Гармошка, подруга родная. Ты шахтерская, сердце не тронь. Удалая, лихая, шальная. Все видавшая в жизни гармонь. Нам навстречу бураны летели. И просторы гремели грозой. Только нас никакие метели Не сбивали с дороги прямой. Потому что в окошке печальном Нам светил одинокий огонь. И пипела о девушке дальней Все видавшая в жизни гармонь. И гармошка, подруга родная. Ты шахтерская, сердце не тронь. Удалая, лихая, шальная. Все видавшая в жизни гармонь. Где бы мы не бродили по свету, Не забыли родного огня. Гармошка, подруга родная. Ты шахтерская, сердце не тронь. Удалая, лихая, шальная. Все видавшая в жизни гармонь. Удалая, лихая, шальная. Это еще что такое? Все видавшая в жизни гармонь. Слушай, ты шо ж тут в бильярдной живешь? Это мой кабинет. А? Это мой кабинет. Че? Кабинет. Нет, нет. В чем? Женя, а вы говорите, мне куда больную поместить, а? Ну-ка, Макар, берись. Я попрошу, без этого. Кто позволил? Ты не лезь. Тебе же объясняет, больная. А я при чем? Тысяча людей погибает. На настоящий момент, а не кто? Ну, да, тысяча погибает, а ты живешь. Ну, а зачем ты живешь? Вот объясни мне, зачем ты живешь? А я тебе не обязан объяснять. А, ты, может, тебя хочешь придушить, как тогда Зондера. Ну, я не позволю, я к Морозову пойду. А вот, пожалуйста. Где? О, пошли. Товарищ Морозов, вот видите, вырывается в ночное время. Играет на гармошке, песни поет. А зачем петь, когда такое положение? А почему не петь-то? Я сам на песню зашел. Ну, да. Да. Сейчас ведь песня-то усынена, как огонек, к ней люди тянутся. И ты уж, пожалуйста, не запрещай усынет. Так, пожалуйста, уже. А то все равно это не послушали. Нет? Нет, все равно петь будут. Вы не возражаете, девушки? Ой, да мы очень рады. Ну, видишь? Играй, Макар. Кузя. Кузя. Музыка. Музыка. Чего? Музыка, говорю, играет. А пес не пускай играет. Спи. А, я за всю войну первый раз музыку-то услыхала. Опять патефон вспомнил. Это что немец-то у нас забрал? Это как жили-то, Кузя. Своя мозг и была. Кому сказать, так не поверят. Кузя, а будет опять такая жизнь-то? Будет. Еще лучше будет. Спи. Спи, скоро вставать. После взрыва расчищать будем. А правда, брешь, что уезжать будем? Спи. При немцев не уезжать. Зачем же теперь ехать? Уж хочется тут дожить и хорошей жизни. Когда масло опять 27 рублей кило будет. У тебя все один разговор. Чего будет, чего не будет. Говорю, все будет. Спи, Ворочек, спи, Галли. Я сама знаю, что будет. А как масло не будет? Кузя, а вдруг не доживем? А? Ну, за это я тебе ручаться не могу. Спи. Терпеть тебя не могу за твой комический характер. Кузя, ты знаешь, где играет? В общежитии холостяков. Молодые. А ты что, старуха, что ли? Да ведь сколько всякого перевидели за это время. Будто сто лет прошло. И опять? Что опять? Ну, опять все заново. Трос стальной запасной у ствола лежал. Не знаешь, немцы не увезли его? Какой трос? Стальной запасной мне нужен будет. Я с тобой о чем говорю? Я про жизнь нашу, а ты? А я о смерти, что ли? Мне же завтра завал расчищать. Ну, ты же должен чувствовать. А чувствуй. Я чувствую, что если завтра сам не возьмусь, все может остановиться. Получится так, что как будто мы с тобой не жили здесь вовсе. Будто и не было нас. И Соня, золотая моя птичка. Ну, уже ты не понимаешь, что от нас сейчас все зависит. Все. В наших руках наше счастье. Как хочется счастья, Гаритон, и пора ведь? Вчера газет читал. Ну? За границей один день. Иностранец. Вроде проповедь такой сказал. Что у русских, мол, хозяйство после войны в разрухе. Вот хорошо, мол, их сейчас под корень рубануть навсегда. Раз они такие упорные большевики. Неужели опять в войну ходят? Мало что. А мы должны свое доказать. Закроет шахту? Ну да, закроет. Закроет. Ты, значит, дорогой товарищ, любишь и чувствуешь рабочих и шахтеров. А мы нет. Мы не чувствуем. Мы бездушные чиновники. Мы даже забыли, как рубавить уголек. Да? Ну, договаривай, договаривай. Другой бы меня давно... Пулей вылетел из кабинета. Его, видите ли, никто не понимает. Кто виноват, что у вас на шахте взорвалась мина? Кто виноват, что вы не можете открыть запрятанные под землю механизмы? А? Я говорю, другого давно бы выгнал. А со мной что вы делаете? Что? А тебя люблю. Да. За твои дела во время войны. За наши шахтерские упорства. Но надо же понимать, когда и почему упорствуешь. Переводи людей на другую шахту и... И начинай рубать уголек. Да. Правильно. Москва. По вечерам районами сидит без света. Опять же дом задувает. Железные дороги пошли назад. Меня не надо агитировать. Уперся, как... Как осел. Я не сказал осел. Я говорю, как бык. Правильно. Я не понимаю. Константин Иванович. Я Константин Иванович. Ну что такое четыре вагона леса при широте и доброте вашего характера? Ты вот что. Что? Ты меня не покупай. Не покупай. Не покупай. Вы же сами шахтер. Шахтер. А дело идет о нашей чести. Да. Нравится? Что? А. Ничего. Ничего. Автоматическое. Бери. Это моя собственность. Но лес не мой. Ей богу, не мой. Мне каждую тесину дают в обмен на уголь. Придет пора, и вашу шахту будем восстанавливать. А сейчас надо давать реальный донецкий уголек. Бери подарок и уходи. Беру. За счастье. У вас легкая рука? На кого легкая, на кого тяжелая. Ну что ж, ваша взяла. Правильно. Правильно, Константин Иванович. Я на вашем месте, может быть, поступил бы точно так же. Ну вот. Ведь правда. Шахта разрушена. Вторично подорвана. Механизмы наши нужно искать, как древний клад. А. А я что? Я давал уголь в Караганде и буду давать его на любой шахте в Донбассе. Так какого же дьявола ты мне два часа душу выматываешь? А, не в этом дело. А в чем? Чувство. Ведь это шахта, мой жизненный университет. М-да. Это правда. Константин Иванович, лично мне и никому другому. Что? Лично мне взаимообразно. Что? Четыре вагона леса. Нет, ты не человек, ты сатана. Через неделю верну. Откуда? Рожу, куплю, сам сделаю верт. М-да. Соларьев? Леса? А сколько дали уголька на гора? О, здорово. Молодцы ребята. Да тут освободилось четыре вагона. У твоего соседа взорвалась шахта. Ну, мина до канала. Отпадрец, мой характер. А? Да не этот я не тебе. Белая пластья на груди сострелочай, пускай мины, ну и походи, каплица за белочкой. Как надел милую рубаху белую при белую, я такого ухажера из бумаги сделаю. Так пошла бы в плясах и доски гнутся, полушу по городу, и ребята смеются. Женя, вы уважаете западный танец? Что? Нет, по случаю завтрашнего выходного дня, сегодня в парке духовой оркестр. Или, может быть, я вам не нравлюсь. А это ничего не значит. Танцевать мы можем. Я точно такого же мнения. А вообще вы чересчур гордая. Да? Да. Убедительная просьба моим знакомым, моим, воздушных поцелуев не поцелуй. Я же сам могу, если надо. И слушай. О, ты понял? Ага. Смой, Харитон приехал. Харитон! Эй! Эй! Маня! Чуть не утоп. А что такое? Она только сверх взяла. Кто это? Румина. А где холстыр-то мой? Холстыр! А внизу все в порядке, только волк согнать. Чуть палка у меня была. Порода вынем, и тут уголь. А картуз тут мой не видали? Нет. Нет, значит утоп, жалко. А внизу будто ни взрыва не было, вода только чушь холодная. Да, холодная. Эй! Опоздал! Давай, я готов! Вань! А, Борис Николаевич! Харитон, глянь, Борис Николаевич! Ага. Держи. Борис Николаевич! Борис Николаевич! Всем приехали, Борис Николаевич! Борис Николаевич, ну как нас? Я жалко, я волнуюсь! Все, увезти. Я митинга не собирал. И думаю, откроем митинг, когда добыча на гора пойдет. Ответ довольно ясный. Вот так. Я пошел на свое место. В порядке? Ну? Говори, Вань. А, вот Константин Иванович в знак любви и уважения собственную зажигалку подарил. Говорит, автоматическое. А лес он тебе подарил? А лес от Мурманска и до Байкала наши все берили. Как же быть? Подумай, здесь есть одна заброшенная шахта. Товарищ Барабанок! Минуточку. Эй, ввей! Газеркул! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Привет начальству! Здравствуйте, садитесь! Нет, мы пойдем туда. Что, третий лишний, а? Я говорю, третий лишний. Нет, почему? Мы можем? Садитесь, Даня. А? Хорошо здесь, красиво, а главное, оркестр далеко. Да, знакомьтесь, Борис Николаевич Петухов, начальник шахты, а также главный инженер. Женя Буслаева. Вот, Борис Николаевич, я хочу спросить насчет проходки. Вечер-то какой, Ваня, прямо курортный, девушка хорошая. Вас как зовут? Женя, я же говорила, Буслаева. Да, Буслаева. Борис Николаевич, так как же насчет проходки, а? Насчет проходки? Да. Дай гитару. И зачем я пошел в горный институт? Был бы я сейчас артистом. Тогда никакой ответственности глотал бы сырые яйца для чистоты волоса. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, С тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, С вишнею черебухой, Даль мою туманную, Самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, В какие вечера? Три года ты мне снилась, А встретилась вчера. Не знаю больше сна, Я мечту свою храню. Тебя, моя родная, Ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, Что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, Что походкой легкой подошла нежданная, Самая далекая, Самая желанная. Как это все случилось, В какие вечера? Три года ты мне снилась, А встретилась вчера. Я не знаю больше сна, Я мечту свою храню. Тебя, моя родная, Ни с кем я не сравню. Вспелись уже. Поговорить надо. Так сказать, не смеем мешать. Ну чего там, сидите, поговорить мы всегда успеем. Правда, Морозов? Нет, Ваня, пойди погуляй, погода хорошая. Вот видите, парт-организация такое же мнение. Прошу прощения, Женя. Садись. Сел. Курить есть? Курить есть. Ну? Что ну? Я говорю, ну? Лирику разводишь. А я ведь шахтер, все шахтеры лирики. Слушай, брось. Не кричи, это омрачает мысли. Борис. У меня, Зиночка, сейчас вот, когда я вас встретил, какое его настроение. Вот пришли мне крылья к пиджаку, и я полечу. Вы хотите отсюда улететь? Зачем? Напротив. Я, Зиночка, доволен, что я раньше не улетел. У меня, извиняюсь за выражение, был дядя такая сволочь. Ну ладно, не будем этого касаться. Я, Зиночка, сейчас перед вами весь открыт. Я могу вам даже документы показать. Допустим, вот, ведомость. О! Пожалуйста, 20 норм в день. А к чему это? Ну, некоторые интересуются. А я сюда приехала не замуж выходить. Я сама вам скоро свою ведомость покажу. Ошиблись. Зиночка, пойми, нас сейчас спасает время. Кричишь, бросаешься словами. А ты подумал бы своей головой, за каким чертом я всю ответственность беру на одного себя. Ах, ты один ответишь? Один, один. Я убежден, что мы скоро пустим шахту и дадим уголь. Все против нас. Все против нас. И там правильно решили с точки зрения целесообразности. Но нельзя душу раскладывать на чертежи и цифры. А я всем сердцем инженера человека-шахтера чувствую свою правоту. Я действительно стал бы преступником, если бы умыл руки, спасая свои собственные в шкуру. Я провалюсь. Один отвечу, люди здесь ни при чем. Ну, а я? А ты, ты порторг. И тебя в случае чего могут исключить из партии. А это для таких картых хуже смерти. Ах, вот что. Ну, а какую жизнь ты мне оставляешь? Трусы, обыватели, моя хата с края ничего не знаю. Я коммунист. Пускай маленький, пускай незаметный. Но за твоей спиной прятаться не собираюсь. Запомни. Ну, вот что. Ну, расти меня. Я тебя прощу. Теперь нужно так работать, чтобы другие нас простили. Ничего, ничего. Скоро дадим уголь. Пошли. До свидания, Женя Буслаева. До свидания, Борис Николаевич. Уже запомнили имя и даже отчество. А что? Нет ничего. А вообще бывают такие гордые девчата, что им подавай минимум инженера. Ну, простой шахтер он же толкаш не стоит. Вот так. Ну, зачем вы так говорите? А что? Вот вы, например. Я, я что? И совсем не правда. Я знаю, вы в партизанах были. И известный человек в Донбассе. Был. И веселый такой. И вы, и вы мне даже нравитесь. Ну да. Да, нравитесь. Жень. Да. У Харитона и то рука легче. Какого Харитона? А, это шахтер первого ранга, между прочим мой дружок. Я потом вас познакомлю, ладно? Если так, что значит, род jsem не на одном месте, но неyty ту��, то поверз bar в своем сне. Ну, там на этих sailors дорог т herbivore Flight of the hill,aba mftiy munduraba mftiyod v Durfrequere may watch neツfand no secNe possession. Кем хочешь быть LS? Ты кем хочешь быть? Летчиком? Летчиком pitcher? Ты кем хочешь быть? Летчиком? Да-да, давай, лети. Вот, лети. Ой, лети. Ух, ух. Ой, уронишь, уронишь, Харьков Николаевич. Пошли домой, Сереженька. Бася пришел, обедать будем. А давай еще. Иди, иди, папа ждет. А завтра? Вот завтра придешь, играть будем с тобой. Пошли. Открыл, Харьков? Сломал. А ведь ключи-то у меня. Соня моя где? На курсах. Велела накормить тебя. Сейчас. Курс. А ночь и все на курсах. Харитоша, а Харитоша? Ну? А мой-то старик тоже на курсы пошел. Приоделся и в карманчик положил этот, э-э-э, гребешок. Я, говорит, реакцию читаю. Профессор, а ты где был, Харитоша? В военкомате был. Не берут меня, тетя Маша, обратно в солдат? Ну, ты уж побыл. Гляди-ка, у тебя медалей-то сколько. Да не в этом дело. Мужиком настоящим не считают. Ноги, говорят, очень слабые. А ты их в шахте студишь. В шахте? В шахте. В макривете работаете-то. А ради по твоим ногам такая служба. Тебе бы повременить, Харитоша. Да некогда времени. Взялись за дело, надо делать. Вот, вот. Мой-то Кузя спит и видит, что машины-то в середке шахты закопаны. А вы скоро до середки-то дойдете? Скоро. Ты бы поел, Харитоша. Я пить буду. Вот. Скоро. Скоро все достигнем. Вот эдак яд погоды с лишним в окопах елозил. Надеялся, скоро, мол, жену встречу ребенка, вот встретил. Ребенка нету, жена где-то на курсах. А в доме вон яролаж какой. Харитоша, а Харитоша, терпеть надо. Ну что же делать-то, Харитоша? Значит, еще терпеть надо. Весь народ терпит. Вон наши новые девушки-то, шахтерки, как живут. Усы над ними комендантом поставили. А он спит себе без просыпы и хоть бы что, ничего не делает. А в бараках холод. И ведь никто, никто не жалуется. А все ждут, что полегчает, как петухов шахту пустит. А он всех тревожит, к себе зовет. И Соню призвал твою. Тоже на курсы обучает. На курсы. А ты, ты женой была своему, Кузьме Петрович, или курсисткой? Ой, да что ты, Господь. Мне жена нужна, а не курсистку. Да, вот я и говорю, что все бабы бездетные на учет взяли. Бездетные. Только, да, только я одна осталась. Тетя Маруся, вас, товарищ Петухон, залезь. Меня? Да. Неужели он и меня на курсы назначает? Ну, а как же, конечно. На пиццу он хочет. Сидит, как медведь, хлещет водку. С Сереженькой тут заигрался. Наверное, Володя вспомнил. Никак он его забыть не может. Все говорит, какой бы он сейчас был. Меня горит, что я сына не уберегла. А у меня, тетя Маруся, вся душа босыну изболела. Что же теперь делать, тетя Маруся? А ты его теперь не трогай. Не ходи туда. Если бы Ваня Курский сейчас зашел. Ай, но ведь до чего же дьявол водку чует? Нет, ты глянь, Ваня идет. А я побегу, а то меня Петухов срочно вызывает. Это уж про меня, наверное, а? Харитон отдыхает? Да, отдыхает. Пьет. Либо зашел, Ваня. А я, Соня, не гипнотизер. Я не только других, тебя-то удержать не в силах. Не угадал, я прошу выпить с ним, а то мы учимся наедине. Да, что такое? Володю вспомнил. Ну и правильно, причина уважительная. Уважительная причина, чего вы от него хотите. Нет, я не знаю. Поголовок. Вот так. Ты что, с ума сошел? Разреши? Ну? Что? Вишли... Ну? Как бы тебе сказать... Да, я тебе не секретарь порткома, ласковых слов подбирать не буду, не обязан. Я тебе просто скажу, бугай ты, вот и все. А сам? Я тоже, что тебе легче? Короче, в чем дело? Короче, хорошо. Вот, воевали. Было это. Ну? Что ж, будем рассказывать, как воевали, это будем делать? Или все-таки что-нибудь будем делать? А? А? Тут настроение, знаешь, какое. А Володьке страдаешь? Понимаю, знаю. Ну, извини, сколько таких? Ну, сам скажи, сколько таких? И вот, если все вот так, что ж будет? Нет, ты как другу мне скажи, что будет? А? А я тебе откровенно скажу, ничего не будет, если так. А ты сам знаешь, государству нужно... А я что против государства? Ну, зачем? Зачем? Это даже смешно, Ваня Курская меня агитирует. А что? А сам что стоишь? Я с тобой серьезно хочу поговорить. Вот, Харитон, задумывался я, Пеш, о своей жизни. Ну, какой ей полагается быть. А какой ей полагается быть? А я тебе сейчас скажу. Ну-ну. Решил я жениться. Да-да. Она кто? Ты ее не знаешь, она новенькая. Девушка она серьезная. А ты сам знаешь, для нашего брата это же самое важное, верно? Серьезная? Очень. Тогда женись. Да. А какое у меня приданное, скажем, к жене, Виталь. Какой приданное? Ты что? Да нет. Кто я теперь такой? Бывший мастер угля, все. А почему бывший? А потому что вчерашний хлеб едили. Подумаешь, до войны рекорды давали. А теперь что, ничего? Время прошло, нас и забыли. Правильно. Медведкину скоро человеком будет. А я хочу быть таким женихом, чтобы ей завидовали. Вот. И можешь. А на шахте какое положение? А мы молчим. Десять. Чего десять? А вот десять забоев возьмем на себя и докажем. И ты не думаешь, что я пьяный. Десять забоев это вполне точно. Я об этом раньше думал. Ну-ну. Я бы эту шахту закрыл, если она сегодня уголь дать не может. А нынче углю знаешь, какая цена. Погоди. Десять забоев. Вот это как прежде, Харитон Иванович. Только Ваня Курска уже другой. Женатый. Погоди, Павел. Ты меня не обнимай. Чего? Лучше Соню обними. А что? Плачет. Вот что. Ну да. Соня! 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 Вот так они все, мужики, напьются, нам бабам попадают. Соня. Соня. Жена моя. Ну, Зина, ну покажи. Ну, это нехорошо стоит. Мы же не чужие, Зина. Все равно мне стыдно. Мы же знаем, от кого он ведь приходил. Сейчас посмотрю. Ты такая скрытная, Зина, ей-богу, это нехорошо. Ладно, Надь, но только между нами. Женя, читай, сколько? Моя дорогая Зиночка. Ну, читай, читай. Да. Моя дорогая Зиночка пишет вам и шлет свой пламенный привет, хорошо известный вам Макар Леготин. Макар Леготин. Когда я вас вижу вблизи, я делаюсь как немой. Не могу вам не только выразить свои чувства, но даже не могу сказать здравствуй, Зина. До того я делаюсь от ваших глаз как больной. И даже я написала вам стишок под названием «Мечта». Ну, ну. Читай. Я мечтаю с тобой объясниться, изложить тебе звук своих чувств. Но не знаю, как к вам подступиться, чтобы вы не сказали «Уйди». Конечно. Как Пушкин. Ну и пусть Пушкина, мне нравится. Зина, пускай не смеются, а все-таки он парень видный и заметный. Он мне уже пять песен написал. Да. Ну, Жень, читай. Вера, уходи, я не хочу, чтобы ты слушала. Подумаешь какая? Уходи, уходи. Ты еще. Жень, читай дальше. Петухов меня считает как... Как... Технический персонал. Как технический персонал. Дал мне отдельную комнату. Отдельную комнату. И если ты мне сделаешь хоть один намек, можем зарегистрироваться и жить вместе. Да. Это кавалер. Женя, ей-богу, он лучше твоего Вани Курского. Он прямо ставит вопрос. Ну, это еще неизвестно. Не стоит так, что я... Нижайшая. Нижайшая, так сказать, еще раз. Чего это вы? А? Макар Леготин письмо прислал. Ну, и что ж так? В стихах. В стихах, Мак. Ну, чего смеется? Нет, ну, чего пишется. Делает предложение. Это непрошу. Мне. Вам? Мне. Поздравляю. Спасибо. Так сказать, законным браком. Спасибо. Вот. Ваня, вы куда? А жениха поздравить. Я хочу поглядеть, чего мне Макар Леготин скажет. Жаль. И рисунок какой-нибудь, вот это было. Рисунок. Девочки. Вы не знаете, где тут уши нет. А, в чем дело? Вот я пришла. Вижу, ну, по какому вопросу? А вопрос вот видишь какой. Петухов велел мне тут быть вроде как бы комендантом. То есть как? Значит, ты хочешь заступить на мою должность? Вроде что так. Ну, да. Да и ты же беспартийная. А ты партийник? Я попрошу вопросов мне не задавать. Значит, ты сюда, а я куда? А ты куда, все мужчины? Откуда? В шахту. Я попрошу, без этого. Кто позволил? Ну, что, голубчик, я вас скоро всех на промокашку выведу. Да ну. Ну да. А, 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 ищите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, сяду DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я, может, тебя убить хочу. Может быть. Ага. Так. Дядь, ты здесь? А что? Да. Да, спрятал. Он мне все-таки родственник. Я вижу, как он тебя спрятал. Ты знаешь, что он мне предлагал, такая сволочь? А вот это нет. Не надо, Матал. О покойниках плохо не говорят. Ничего. Вы меня все-таки не убьете. Ну? Да. Кузьмин тоже не дурак. Если мне капут, то и сыну Балуна капут. Что? Что? Володька жив. Где он? Где? Пока я живой, и он будет жить. Раз такое дело, я за Харитоном. Макар. Макар! Все равно ничего не скажу. Некрасиво вы умираете, дядя. Продал. Продал. А какая вам цена? Теперь и немцы ничего не стоят. Да ведь я же не немец, дурак. Я тоже русский. Ну, это еще мало родиться русским. Надо остаться русским, когда идет такая война. Знаете, дядя, надо еще заслужить право называться русским. Идет. Все равно ничего не скажу. Развяжите его. Развяжи, Макар. Где сын? Где сын? Вот так, все. Вот так, давай давай. Харитон! Да, пора. Уйду, Муся. Харитон! Да! Так давай. Ну, уйду. Держи его, Соня. Ну, вот сняли с руководящей должности. Ничего. Неугодный стал. Будешь работать на другой шахте. А за что, извиняюсь? За то, что я проявляю самокритику, высказываю точку зрения. Я прошу обратить внимание, что это очень характерный факт. Ну, что ты усынен, Мерис. Сейчас уголь нужен. Уголь. Вот в чем дело. Правильно. Уголь нужен. Харитон рубает уголь, как машина. А на вывозку к нему меня назначили. Да ведь это же смешной факт. Но раз я могу с этим справиться, ежели я всю жизнь провел на руководящей работе, как человек умственного труда. Вот ты умственная, а толком понять не можешь. Но я вам говорю, что... Хорошо. Петухов детские сказки рассказывает, а потом окажется... Ничего не детские сказки. Ваша же автобус не работает. Одну минутку. То есть как это не работает? Да там такую горячку развели прямо на ордена метят. А меня от строковарящей роли в сторону. Да ты что, на точак выпил? Константин Иванович, во-первых, я не пью. Это факт всенародно известный. Тем более на точак. А во-вторых, я прямо удивляюсь. Я же вам ясно сказал, что как только Петухов от вас появился, так жить я от него не стану. И так тяжело. А он еще новую проходку затеял. Да ты что. Да? Ну, смотри. Апостол, давай! Апостол, давай! КОНЕЦ 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 Харитоф, ты здесь? Здесь, здесь вы, Борис Николаевич Привет, Борис Николаевич Здравствуй, Леготин Ну как ты здесь, Харитоф? Ну как, завяз Ну посиди, отдохни, вывезут А чего же отдыхать-то? Время идет Там наверху, наверное, народ собрался Срамили меня на весь поселок Да ничего Харитоф, чё я тебе скажу? А ну иди сюда Там приехал Константин Иванович С комбината, знаешь Ну, тайно спустился в шахту И вдруг, видишь, чёрт-те что Он сейчас с петухового кольца крошку делать будет Да нет, он что? А, влип, да? А-а-а-а Ну ничего Вы что, крышу поддели? Вы нас судить обещали Где же вы столько лесу взяли? Ну что же, мы так на суде и скажем Что мы лаптем щи хлебать не собирались Ведь мы вам лесу не давали Мы шахту восстановили не на полгода Нам много лет вперед А как вы воду откачали? И никакая война не заставит нас равняться на бушок У нас Константин Иванович на главном стволе Днем все люди завалы расчищают А где петухов? А вечером обучается работать на Михаиле Ты гляди, какая шахта Есть народ, обучаем, Константин Петухов где? Петухов нету Я здесь Скрываться не собираюсь? А надо скрываться Чего? Я из города специально приехал По всей шахте тебя ищу А я здесь все время на шахте Обманул, обманул, надул старика Но государство не в обиде? А? Да, шахте ничего Но я из тебя теперь выжму уголек Механизмы Где механизмы? Откапывайте Откапывайте механизмы? Откапывайте механизмы, Константин Иванович А ну? Пойдем Торопей! Что? Ну как там? Нету Не может быть Нету Да, понадеялась тещина зятя А он ее обманул Вели тут Я сам товарищ Шкадарову помогал И Иванов тот был И еще человек семь народов Все они уехали на восток А может Иванов их выдал немцам? Что вы глупости городите? Я инженера Иванова царского небеса Я самолично знал Раз бы он позволил тебе А вот взял, да и позволил А ну, темная душа, выходи на свет Я попрошу Ты мертвых не трогай Они за тебя ответить не могут Понял? Есть, ребята Нашли 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 На северном уклоне Тоже глубже копать Деткостя Играет госп texture Играет господи Деткостя 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 Водо Деткостя КОНЕЦ 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 Творец-то у нас какой! А вот как солдатам я сюда шел, все думал, лучше нашего дворца нет. Боялся немцы парни. Вот теперь гляжу, мало он, пожалуй, нам по нашему разбаху, нужно бы нового строить. А этот детям отдать подъехал, пусть танцует. ПРАЕ, я б на вашем месте... А ты действуй на моем месте. Как? С завтрашнего дня ты заведующий шахтой. Ты и действуй. А вы? А я в треск главным инженером, Кузьма Петрович. А? Знакомься, новый заведующий шахтой. Да ну! Да. Ну что ж, раз такое дело, вот тебя я сразу освобождаю от всяких дел и назначаю педагогом. Да что ты! А че, будешь у нас вроде профессора, обучай людей работать, объясняю им всю тонкость нашего дела, все искусство. А наше дело так и называется горное искусство. Харитон, а Ваню кем назначишь? Ваню? Он теперь семейный, спокойный. Спокойный. Лишь как сигай. Ха-ха-ха-ха. Ты гляди, Харитон, как на тебя генералиссиму Сталин смотрит. Смотрит и думает. Видал, мол, я тебя, Харитон, на войне. Воевал ты на все сто, как и полагается шахтер. Уголь, мол, ты рубал. Все знают. Очень красиво по клевашу. А теперь генералиссиму Сталин желает посмотреть, как ты будешь шахтой управлять. Да. Вот она, задача какая. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok